Чудесного дня! С вами Юлия Воронина и в этом небольшом видео я хочу рассказать вам про один очень эффективный ритуал для исполнения желаний с красивым названием «Пять стихий». И давайте сразу обсудим, что же нам понадобится для ритуала. Во-первых, нам понадобится веточка дерева. То есть не обязательно она должна быть такая, как сейчас на экране. Не обязательно она должна быть с листиками. То есть вполне подойдет просто обычная веточка. То есть нам важно наличие частички дерева. Но такой маленький момент, что срывать и ломать веточки с дерева для данного ритуала категорически нельзя. То есть когда мы работаем с высшими силами, разумеется, мы должны защищать и оберегать природу. Поэтому под любым деревом абсолютно есть очень много веточек. Пойдите, поищите, поднимите земли и используйте. Но живое дерево, пожалуйста, не трогайте, не ломайте и не делайте ему больно. Второе, что нам будет нужно, это свеча. Такой маленький момент, что свеча, она должна быть обязательно настоящей. Сейчас очень популярны имитации свечей. Они действительно внешне так красиво переливаются. И издалека их просто невозможно отличить от настоящей свечи. Но тем не менее, для данного ритуала нам нужна настоящая свеча и настоящий огонь. Что касается размера свечи, то это зависит от размера всех тех ингредиентов, всех тех элементов, с которыми мы с вами будем работать. Об этом мы поговорим чуть попозже. Следующее, что нам будет нужно, это горсть земли. То есть, опять же, не нужно идти с лопатой на улицу. Вполне можно найти у себя дома растение в горшке и там отдалжить землю. Потом ее туда можно спокойно вернуть. Следующий момент, это любой предмет из металла. То есть, здесь ключевая фраза именно, что этот предмет должен быть металлическим. Это могут быть гайки, гвозди, ложки, вилки. Все, что угодно, но главное, чтобы они были именно из металла. Кроме всего этого, нам понадобится сосуд с водой. Не обязательно, чтобы это был именно такой большой аквариум. Подойдет обычный стакан с водой, но такой маленький нюанс, что тот сосуд, который вы будете наливать в воду для ритуала, желательно, чтобы он был прозрачным. И желательно, чтобы он был максимально близко к столу. То есть, мы не можем использовать чашку, потому что она не прозрачная. И мы не можем использовать большой бокал, потому что там до того сосуда, где налита вода, еще длинная-длинная ножка. Поэтому идеальный вариант, это действительно прозрачный стакан, либо какая-то рюмка. Что касается самой воды, то неважно, она кипяченая, не кипяченая, соленая, морская. То есть, любая, из-под крана, из чайника, здесь можно даже об этом и не думать. То есть, в целом, я думаю, что большинство уже узнало в этих пяти ингредиентах знаменитые пять элементов из китайской метафизики. Но сразу скажу, что данный ритуал не имеет никакого отношения к фэншуй, не имеет никакого отношения к китайской метафизике. Это совершенно разные темы, совершенно разные вещи. И что касается элементов, есть еще такой маленький момент, что все эти элементы, все ингредиенты, которые вы используете, они должны быть пропорциональны друг другу, то есть быть примерно одного размера. То есть, мы не можем с вами взять большой аквариум на 10 литров и взять маленькую свечку-таблетку. Тогда работать не будет. Все ингредиенты должны быть хотя бы примерно одного размера. То есть, не нужно подбирать точно-точно, но хотя бы приблизительно. И кроме всего этого, нам понадобится круг, вырезанный из бумаги. То есть, мы берем лист бумаги, вырезаем из него круг, и именно на этом круге мы и будем писать наше с вами желание. Ну, когда мы будем писать желание, мы, конечно же, будем соблюдать все правила написания желаний. То есть, наше желание должно быть в настоящем времени, без частички «не», без слова «хочу». Желание должно быть именно истинным. Желание должно быть этичным. Желание направлено должно быть только на нас. То есть, мы не можем загадывать желание за мужа, за соседа, за президента, за начальника, только за себя. Все желания должны быть законными. Здесь, под законностью, мы понимаем в первую очередь законы нашего мира. И кроме всего этого, желание должно быть понятным и максимально подробно описанным. То есть, мир должен его прочитать и сразу понять, что же вам нужно, чтобы ничего додумывать ему не пришлось. Есть ещё такая маленькая фишка, которая может ритуал усилить. Это если вы желание напишите не вот так вот, горизонтально, а если вы напишите желание своё по кругу. То есть, вы можете писать его вот так вот по кругу, замыкая его в середине вашего листика. Это не обязательно, но это дополнительное усиление вашего желания. То есть, вы можете делать и так, и так, как вам удобнее. Когда мы с вами напишем наше желание, мы берём наш листик, кладём его на стол, либо на любую другую поверхность, где мы будем делать ритуал, и вокруг него мы выставляем наши пять элементов. То есть, я думаю, что абсолютно все хотя бы раз, но сталкивались с такой вот картинкой, сталкивались с кругом пяти элементов, и многие знают, что дерево порождает огонь, огонь порождает землю, земля порождает металл, металл порождает воду, а вода порождает дерево. И именно по этому циклу, по циклу порождения, мы с вами и будем выставлять наши ингредиенты. Но здесь есть такой маленький момент. И заключается он в том, что лучше всего начать выставлять все элементы, начиная со своего элемента личности. Для того, чтобы узнать свой элемент личности, нужно построить свою карту рождения, свою карту судьбы, свою карту Бадзи, называйте, как хотите. То есть, не переживайте, для этого абсолютно не нужно знать китайскую астрологию. В интернете очень много калькуляторов, которые буквально за пару секунд рассчитают вам вашу карту. Например, есть такой сайт www.3w8z.ru. Мы на него переходим. Нас встречает такая вот красивая картинка. Здесь нужно ввести свой пол. При желании можно ввести свое имя, там свою дату рождения, свой год рождения. И если вы знаете, то свой час рождения. Если час рождения вы не знаете, ставим время неизвестно. В место рождения писать ничего не нужно. Нажимаем на кнопочку «Рассчитать Бадзи». И буквально через пару секунд мы попадаем на другую страничку, где уже рассчитана наша карта. Пусть вас не пугает то, что здесь одни сплошные иероглифы. Внизу есть такой пунктик «Показать название иероглифа». Вставить здесь галочку. И под всеми иероглифами появляются русские буквы. И теперь мы в нашей карте рождения должны найти наш элемент личности. Элемент личности – это вот эта вот ячейка. То есть, выражаясь научным языком, это небесный ствол нашего дня рождения. То есть, это те энергии, которые были именно в день нашего рождения. И в нашем случае это элемент дерева. То есть, видите, в целом нам даже было не обязательно ставить какие-то подписи, потому что и так понятно всё по цвету. Если зелёненький – значит дерево, если красненький – огонь, если коричневый – то это земля, если серый – то металл, если синий – то вода. Поэтому мы с вами смотрим вот на эту ячейку, смотрим на то, какой там элемент. И именно с этого элемента и начинаем наш ритуал. То есть, в том примере, который мы тут просто рассмотрели, человек был рождён в день дерева. Поэтому именно с веточки мы и начинаем. Первое, что мы делаем, мы около нашего круга кладём веточку. Но мы не просто её кладём, мы мысленно представляем, как из этой веточки энергия дерева входит в наш листик и наполняет его своей энергией. То есть, нужно хотя бы минутку, лучше две, представить себе эту картину, представить себе, как из веточки идёт энергия. Можно представить энергию зелёного цвета, и она наполняет ваше желание. После этого мы с вами ставим свечку, и мы её зажигаем. Зажигаем мы свечку обязательно. И опять же мы представляем, как из нашей свечки идёт энергия, и она наполняет весь наш листик, всё наше желание. Снова немножко концентрируемся на этой картине, и через пару минут мы переходим к следующему ингредиенту, в нашем случае это земля. И опять мы представляем, как энергия земли наполняет наше желание. Далее мы размещаем элемент металла, и представляем, как энергия металла наполняет весь листик. И потом мы размещаем сосуд с водой. И представляем, как энергия воды наполняет наше желание. В целом, я думаю, что порядок того, как выставляются элементы, вам понятен. Мы выставляли именно так, потому что человек был рожден в день дерева. Если бы человек был рожден в день металла, мы бы первым выставили металл, потом воду, потом дерево, потом огонь, потом землю. Если бы человек был рожден в день огня, мы бы сначала поставили огонь, потом землю, потом металл, потом воду и потом дерево. И когда все элементы будут выставлены, мы с вами закрываем глаза и еще на какое-то мгновение представляем, как энергия из всех пяти элементов входит в наше желание. И теперь мы оставляем наш листик, оставляем наши элементы на 15-20 минут, чтобы они заряжались. То есть в целом в это время можно пойти и заниматься какими-то своими делами, делать все что угодно, но для того, чтобы все-таки эффект был еще больше, я бы вам рекомендовала в это время просто помедитировать и просто представить, посмотреть на эту картину, когда энергии наполняет ваш листик. Либо можно просто помедитировать, повизуализировать исполнение того желания, либо тех желаний, которые написаны на листике. То есть в целом на листике не обязательно писать именно одно желание. Их может быть и больше, но больше пяти я бы загадывать не стала. Сразу скажу, что сильнее работает, если там только одно желание. Когда 15-20 минут истекут, мы берем наш листик и складываем его два раза пополам и потом снова пополам. И потом мы берем его к нашей руке, подносим его к первому элементу, который мы выставили. То есть в нашем примере это было дерево. Мы берем наш листик, прикасаем его к нашей веточке и говорим, я наполняю тебя энергией дерева. Далее мы берем, подносим его к свече, но понятно, что на максимально безопасном расстоянии, чтобы наш листик не загорелся в процессе ритуала. И говорим, я наполняю тебя энергией огня. То же самое мы делаем землей, металлом и с водой. Мы прикладываем физически наш листик к нашему элементу и говорим, что я наполняю тебя энергией дерева, огня, земли, металла и воды. Еще раз повторюсь, что мы начинаем с того элемента, с которого мы их выставляли. То есть в целом на этом ритуал наш закончен. Листик мы с вами берем и носим с собой. То есть не нужно его носить в кошельке, лучше всего завести в специальный конверсик, в специальный мешочек и положить его в сумке, чтобы он там лежал. Можно положить его в паспорт, либо в документы, если вы носите их с собой. Но в кошелек, повторюсь, вложить его не нужно. Еще такой маленький момент, что когда вы будете проводить данный ритуал, в целом для него не нужно выбирать никакую дату хорошую. То есть лучше, конечно, избежать те дни, где есть какой-то явный сильный негатив, но в целом выбор дат для этого не нужен. Но если ваше желание вы загадываете в первый раз и до этого момента мир из ваших уст желания не слышал, не видел, вы его не писали, то тогда выбирать хорошую дату, конечно же, нужно. Как это сделать, наши подписчики знают. У всех у них есть календарь благоприятных дат. Если у вас по какой-то причине его нету, то зайдите на наш сайт позитивим.бай. Вот написан адрес сайта для тех, кто забыл. И там в правом углу есть баннер календаря. На него можно нажать и получить календарь. И это было все, что я хотела вам сегодня рассказать. Я желаю вам счастья и исполнения ваших самых заветных желаний. С вами была Юлия Воронина. До новых встреч. Пока.